Мощные машины Кличевского совхоза Доброволец едут не вверх, но на своем уровне на полях посевную компанию работают быстро и эффективно. На Могилевщине сейф ранних яровых зерновых и зернобобовых заканчивается. Хозяйства продолжают сеять другие яровые культуры, однолетние травы на зеленые корма. Конечно, слагаемых успеха сейской работы много, усердия людей, их знания, интуиция и погода. И одно из главных мест в этом ряду, безусловно, занимает техника. Нашу съемочную группу впечатлил гусеничный полевой трактор – ценное приобретение совхоза Доброволец. Что это за такой железный конь, невиданный нами ранее? Гранатрактор, американец, Джон Дир, 95-60, 560 лошадиных сил, гусеничный. Похож на танк? Ну, не так, полевый трактор. И он единственный такой в области, а в республике есть несколько, но других модификаций производителей. Гусеничный ход обеспечивает большую проходимость, а механизатор в кабине чувствует себя вообще прекрасно. Климат-контроль стабильно, плюс 17. Бортовой компьютер заботится обо всем. Двигается трактор по спутнику, а за руль нужно браться только на поворотах. Энергонасыщенные тракторы – это значит мощностью более 250 лошадиных сил и широкозахватные агрегаты на такую технику делают ставку добровольца. Сегодня очень тяжело в хозяйстве работать главному инженеру, потому что его работа, но в основе всего, работает техника, все остальное работает. И агрономия, и животноводство. Техника – это залог успеха. Новая техника, более производительная, более мобильная и более экономная, позволяет с меньшими затратами делать все. Все-таки главная техника или люди? Вместе. Если нет умных и знающих людей, то техника – это просто груда железа. А если есть умные и знающие люди, но нет техники? Еще хуже. А вот эта сейлка с размахом крыльев 12 метров позволяет сеять сразу, без подготовки почвы. Опытные механизаторы считают, что урожай в этом году должен быть неплохим. Да, да. А зимы хорошо вышли, зимы. Ну и для яровых тоже все позволяет, все позволяет. Кличевские почвы называют трудными. Они песчаные, влаги не хватает, и в низинах может стоять вода, а вершина холма уже будет пылиться. Поэтому в Кличевском районе сельчане говорят, что не могут надеяться просто на дар Божий, только через труд. Обычно говорят так – «Радняя весна всегда обманет». Так что комментировать не будем. Что вы будете как агроном сделать для того, чтобы она все-таки меньше нас обманула? Работать. Работать и еще раз работать. Земле и работам на ней здесь подходят разумно. Технологии точечного земледелия, привезенные из Латинской Америки, пока не прижились на Кличевских землях. Адаптация системы к местным землям и условиям хозяйствования, наверное, еще впереди. Пока же в Добровольце, например, прекрасно работает загрузчик семян бразильского производства. Добровольцы – полтысячи работников. Центр совхоза – агрогородок Ореховка. Современная деревня с жилыми домами, фермами и мехдвором. И камнями с полей, которыми здесь украшают даже скверы. Совхоз Доброволец – это 38% объема сельскохозяйственной продукции всего Кличевского района. А хороший урожай особенно важен в этом году в связи с проведением областных дожимок. Дожимки – это результат работы непосредственно на полях, непосредственно в растеневодстве. Поэтому это главная задача – получить результат работы на наших полях. Предстоит напряженная работа. Люди понимают это. И я думаю, что поставленные задачи будут выполнены.